Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Третья улица строителей 25 и другие экспонаты. Музей жизни и творчества Эльдара Рязанова откроется в Самаре в конце года. Обратный отсчет. В Самаре запустили часы, которые показывают время до первого матча Чемпионата мира по футболу. Безопасный и комфортный двор. Видеокамера появится на Огибалово 70 в награду за самый чистый субботник. Более 400 домашних птиц, возможно, носящих вирус грипп, ликвидировали в селе Красная Горка Челновершинского района. На всех подворьях, где были обнаружены пернатые, провели дезинфекцию, тушки сожгли. Жителям положена компенсация. Держать птицу им запретили в течение трех месяцев после отмены карантина. В Шанталинском районе в селе Васильевка диагноз птичий грипп не подтвердился. Там на прошлой неделе в одном из дворов погибли сразу четыре курицы. Однако причиной стало, предположительно, болезнью Касла, которой не является карантин. В начале сентября в День города в Самаре откроют сквер Эльдара Рязанова, который станет частью музейного комплекса в честь знаменитого советского кинорежиссера. Рязанов родился в Самаре, жил здесь в эвакуации в годы войны и называл Куйбышев любимым городом. В декабре откроется и сам музей, который станет уникальным собранием материалов о жизни и творчестве режиссера. Олег Зверев расскажет подробнее. Что? Вы думаете, что вы в Москве? А вы думаете, я где? Самые знаменитые ленинградской квартиры получат самарскую прописку. Интерьер, в котором происходит действие фильма, планируется создать в доме музея Эльдара Рязанова. Правда, не на третьей улице строителей 25, а на Фрунзе 120, где в годы войны будущий режиссер жил в эвакуации. Но это пока только планы. А уже в этом году, 11 декабря, будет открыт сам музей. В экспозиции, посвященной детству Рязанова, воссоздадут интерьер военного времени. У нас будет шкаф, о котором он вспоминал, который перегораживал комнату. Это небольшая комната, она была перегорожена пополам. В одной части жила тетя, во второй части жил он, его малолетний брат и его мама. Есть этажерки, есть кресла. Ну, то есть, как бы, мы можем действительно восстановить вот атмосферу той эпохи. Вдова кинорежиссера Эмма Абайдулина предоставит фотографии, личные вещи, предметы быта. Музей еще только создается, а туркомпания уже интересуется проектом, чтобы включить его в путеводитель. Все должно быть сделано на высшем уровне, включая сквер во дворе. Его центром станет памятник, который должен быть доставлен Самару ко дню города. Наши специалисты сделают расчет и выполнят все подготовительные работы. Также попрошу вас при разговоре со скульптором, значит, все-таки выразить наши пожелания ко дню города, чтобы мы могли успеть это сделать. И спланировать таким образом, чтобы все было выполнено в срок хорошим качеством. Понятно, мы зависим от памятника, от ряда объективных причин, но все, что зависит от нашей воли, от наших возможностей, это надо выполнить. Сейчас в здании будущего музея идут реставрационные работы, чтобы каждый смог побывать в новогодней сказке в квартире Наде Шевелевой и произнести самую известную в Советском Союзе фразу. Мы пошли в баню с легким паром. Олег Зверев, Максим Гусев, События. 380 дней осталось до первого матча чемпионата мира по футболу. А чтобы болельщики, жители и гости Самары знали ежеминутно, сколько времени осталось до первого удара по мячу, на Ленинградской установили часы обратного отсчета. Запускали секундомер, глава Самар Олег Фурсов и звезды самарского спорта. Отсчет начался. На улице Ленинградской установили уникальные часы. Они идут в обратном порядке. Отсчитывают время до начала первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Это уникальное событие. Впервые в истории Кубка мира запустили такие часы. Сейчас сложно представить, что было бы, если бы в 2012 году было принято решение о том, что Самара не будет участвовать в чемпионате мира по футболу 2018 года. И лишь личная инициатива губернатора и обсуждение этого вопроса на самом высоком уровне позволили нам сохранить город Самара в списке тех городов, которые примет чемпионат. И за эти годы сделано очень много, чтобы город выглядел достойно и был интересен не только туристам, но и полезен и гостеприимен для всех жителей Самары. Для многих самарцев это уже становится действительно одним из новых городских символов, которые здесь на улице Ленинградской расположены, на которой, я уже говорил, вблизи жили легенды нашего самарского, а потом и советского футбола, которые защищали цвета сборной страны Глимзян Хусаинов, Борис Казаков. Поэтому здесь, несмотря на то, что это улица Ленинградская, некая футбольная энергетика здесь присутствует. Не остались в стороне и от грандиозного события звезды спорта. Посол мундиали, олимпийский чемпион подзюдо Тагерха и Булаев и бывший футболист Крыльев Советов Антон Бобер. За 12 сезонов за клубом провел почти 300 матчей и забил 35 мячей. Я желаю, чтобы самарцы в полную насладились всей этой футбольной атмосферой, которая будет царить на чемпионате мира, и проявили должное гостеприимство. Чувствуется, что начинается праздник, праздник, подготовка к чемпионату мира подходит, так скажем, к логическому завершению, стадион достраивается, город приводится в порядок. И уже установили часы, и в воздухе прям такая атмосфера праздника наступает. Я думаю, мы все дружно его встретим всей Самарой. Часы чемпионата мира оборудованы цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi и камерой. Здесь можно сфотографироваться и отправить снимок на почту, после разместить его в соцсетях. Кроме фотосессии на Ленинградской разбили шатер. Там можно было проявить талант футболиста в разных настольных играх. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Фестиваль прессы прошел в Самаре в эти выходные. Традиционный журналистский праздник в этом году переместился из Труковского сада в парк Гагарина. Там для гостей и участников фестиваля развернулись больше 20 площадок от самарских телеканалов, радиостанций, печатных и интернет-изданий. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Праздник на новом месте. Фестиваль прессы в этом году буквально взял еще одну высоту и прошел на одной из самых высоких точек Самары в парке Гагарина. Очень нравится. Каждый год хожу и всегда просто в восторге от такого разнообразия. Столько лет он проходит и все время все разное. Телекомпании и радиостанции, газеты, журналы, интернет-издания, в том числе молодежные и ведомственные. В парке работает больше 20 площадок. Проводят викторины, конкурсы, мастер-классы, встречи с теми, кого обычно видят, слушают и читают. И главная тема, конечно, футбол и предстоящий чемпионат. Самара уже в игре. Парк превратился в сплошное поле для отрабатывания приемов с мячом. Мы очень гордимся самарской прессой. Она у нас многообразная, она у нас непростая. Разные точки зрения, на все абсолютно процессы. В таком обществе интересно жить. Но я, конечно, как из-за многообразия мнения выступаю, так и из-за профессионализма. Я думаю, что всем нам нужно объединиться вокруг общей цели подготовки города к чемпионату мира 2018 года. Мы с вами выходим на финишную прямую к чемпионату мира по футболу. И от журналистов зависит очень многое. Как мы с вами подготовимся к чемпионату мира по футболу. Как люди будут воспринимать эту подготовку и как будут помогать в этой подготовке. На церемонии открытия фестиваля команда почетных гостей вручает награды коллективам СМИ. Благодарность за активную работу в освещении жизни города получает и телеканал «Самара ГИС». Все развивается, не стоит на месте, и журналистика другая. Они всегда были, есть и будут хорошие журналисты. Просто времена меняются. И журналистика вместе с временами тоже меняется. Хочется пожелать журналистам, как спортсмен, честной игры и здоровой конкуренции. Когда есть конкуренция, есть хороший результат. Команда почетных гостей вместе со всеми остальными проходит по площадкам, участвует в конкурсах, общаются с журналистами. На стадионе проходит матч между заслуженными работниками «Пера и микрофона» и ветеранами команды «Крылья Советов». Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Да здесь же настоящий концерт! Кричат юные посетители парка Гагарина и тянут родители и бабушек с дедушками на объединенную площадку телеканала «Самара ГИС» и «Самарской газеты». Мимо духового оркестра под управлением Марка Когана пройти невозможно. Его чарующие звуки в ликут и завораживают, и ноги сами пускаются в пляс. В это время рядом идет напряженный матч по настольному футболу. Поехали! Соня! Давай, Соня! Да! И каждый посетитель смог оказаться в центре огромного стадиона и даже запечатлеть этот момент, чтобы потом предъявить фото тем, кто не поверит. Большой популярностью на площадке пользуется фотобудка и ретро-зона. Здесь можно перенестись в прошлое, выпить чашку чая и почитать газету 19 века. Здесь очень интересно, живой оркестр, различная локация для детей. Здесь есть и послушать что, и посмотреть, и развлечь своего ребенка. Я с ребенком пришла. Здесь настолько все грамотно продумано, что просто за каждый угол глаз цепляется. Хочется здесь оставаться, быть и наслаждаться этим прекрасным днем. Конкурс детских рисунков на асфальте собрал десятки юных художников. А знатоки футбола меряются знаниями об истории игры. Викторину проводит самый заводной ведущий, корреспондент телеканала «Самара ГИС» Андрей Горгуленко. Для меня работа на ГИСе – это каждый день что-то новое, каждый день что-то интересное, каждый день что-то необычное, никакой рутины. В общем, я получаю удовольствие. Телеканал «Самара ГИС» отмечает в этом году свое десятилетие. Это первый городской телеканал, который рассказывает о жизни города через истории и судьбы его жителей. Мы знаем своего телезрителя, мы его очень любим, надеемся, что он отвечает нам взаимностью. Потому что у нас работают самые профессиональные журналисты, я не боюсь этого сегодня сказать. Они действительно знают в сегодняшний момент все современные технологии. Именно мы, телеканал ГИС, первыми создали мобильное приложение. И даже за границей зрители телеканала могут всегда быть в курсе событий родного города. У нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе, и каждый день присоединяются все новые зрители. Весь коллектив телеканала работает с самоотдачей и любовью к своей работе и Самаре. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Подарок за активность жителям 70-го дома на Агибалово вручили сертификат на установку системы видеонаблюдения. Активные и неравнодушные, выходя на субботник, даже и не ожидали такого подарка. Но теперь до конца года у них появятся видеокамеры, что позволит жить в более безопасной и комфортной среде. В лучшем дворе железнодорожного района побывала Марина Мирная. Объединились и вышли на субботник. Привели в порядок своими силами двор, в котором сами живут, отдыхают и гуляют с детьми. Жители дома номер 70 по улице Агибалова не рассчитывали на подарок, но активность сыграла им на руку. И вот заветный сертификат на установку системы видеонаблюдения. Это даже неожиданно. Мы не старались специально этого делать. Мы еще в администрации железнодорожного района так пошутили. Говорю, ну мы выйдем на субботник, вы нам хотя бы чернозем, газоны надо нам подправить. Сказали, да, сколько выйдете, столько ветер чернозем и дадим. А тут, получается, у нас такое счастье свалилось. Это уже второй двор, который получил сертификат. В каждом районе выбраны свои победители. И даже в условиях непростого бюджета средства будут выделены до конца года. Конкретно в этом дворе стоимость составит 4 миллиона рублей. Даже в условиях сложного бюджета мы такие деньги находим. Отдельно хочу сказать, что такие дворы попадают в программу создания комфортных условий, комфортной городской среды. Впервые, я уже много раз говорил, еще раз повторюсь, впервые государство обратило на это внимание на самом высоком уровне. И наша область получила вторые по объему деньги после Татарстана. Это, опять же, заслуга Николая Ивановича Меркушкина. Мы видим сегодня великолепное объединение людей. И люди понимают, что объединившись вместе, они могут достичь результата. И вот те результаты, которые достигнуты уже в нескольких районах города, и врученные сертификаты, в том числе на установку видеонаблюдения, конечно же, это огромное поощрение. Видеокамеры сделают дворы безопасными. Информация на дисках будет храниться около месяца и лишь потом удаляться. Марьяна Мирная, Василий Калдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Ракета-носитель «Союз-2.1А» доставит на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» по программе Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В монтажно-испытательном корпусе космодрому «Байконур» уже начались работы по подготовке к запуску. Он запланирован на 14 июня. Со 2 июня в Самаре изменят расписание речных маршрутов. Сюда летом будут ходить чаще. В частности, из Самары до Зеленой Рощи они будут отходить с Осипенко ежедневно по 5 рейсов, начиная с 7 часов. С поляна имени Фрунзе до Гавриловой поляны и обратно ежедневно с 7.15. Виновку ежедневно с остановками в селе Осиновка. Напомним, что со 2 июня планируют пустить скоростные суда в восход по направлению Тольятти-Самары-Сызрань. Они будут делать остановку на причалах поляна Фрунзе-Зольная-Ширяева. В воскресенье вечером в полицию поступил звонок о заминировании одного из развлекательных учреждений, расположенного на улице Революционной в Самаре. Территория была полностью оцеплена. 30 человек эвакуировали помещение, обследовали кинологи с собаками. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Полицейские выяснили, что звонок поступил от 45-летнего мужчины, проживающего недалеко от развлекательного заведения. Житель Самарской области украл 33 плитки шоколада. Необычный инцидент произошел в Сызранском магазине. 61-летняя продавец сообщила, что из магазина похищено 33 плитки шоколада различных марок на общую сумму почти 3 тысячи рублей. На следующий день полицейские задержали предполагаемого вора. Им оказался ранее несудимый 19-летний житель Сызраня. В содеянном молодой человек признался и рассказал, что часть шоколада съел сам, а несколько плиток подарил подругам. Зимний май. В Самарской области выпал снег. Это случилось в ночь на понедельник, 29 мая, в селе Герасимовка, Алексеевского района. В Самаре же в воскресенье из-за проливного дождя по дорогам потекли целые реки. Коммунальный потоп был снят на видео на пересечении проспекта Кирова и улицы Ставропольской. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе установится довольно прохладная дождливая погода. Температура воздуха составит 15-20 градусов по Цельсию. А вот о каких интересных событиях наши журналисты расскажут в наших следующих выпусках. Стартовал единый госэкзамен. Более 500 выпускников школ Самарской области сдали тест по информатике и географии. Реконструкция московского шоссе близится к финалу. Ближе к осени по нему поедут автомобили. Летний отдых детей под угрозой срыва. МЧС запретил открывать семь круглосуточных лагерей Самарской области. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова